В Махачкале 13.45, в студии Бедерниси Гусейнова, доброго дня. Дагестан сегодня можно назвать туристической меккой России. У туристов, направляющихся в наш край, есть свой топ-локации, который они обязательно хотят посетить. Но остается много неизведанных и не самых популярных туров из Кайтакского района Джамиль Салимов. Кайтакский район – это уникальное сосредоточение красот природы, нерукотворных памятников архитектуры и древних легенд и мифов. И все это пока еще в стороне от туристических маршрутов. А посмотреть тут есть на что. Стремительный улучай с бурными порогами, живописные горные долины с ухоженными садами и виноградниками, пещеры, мосты и водопады. Шелегинский водопад – одно из мест, которое посетить надо обязательно. Хоть размеры и не выглядят внушительно, окрестности его очень живописны. В летнюю жару здесь будет уютно каждому. Под сенью огромных деревьев в прохладе брызг водопада. Еще одна достопримечательность Кайтакского района – пересыхающий водопад Шурми у села Сурхачи. Кому посчастливится попасть сюда весной или после обильных дождей, тот сможет насладиться красотой потока воды, несущегося в обрыв 70-метровой высоты. Буквально под ним находится и печально знаменитая для местных жителей пещера, в которой долгое время прятались разбойники и совершали набеги на близлежащие села. Кайтак, расположенный в предгорьях, очень часто подвергался различным нападениям и нашествиям. Свободолюбивые жители района храбро сражались с неприятелями, зачастую предпочитая смерть вражескому плену. До наших дней сохранилось много легенд, рассказывающих об этом. Когда воины напали на само село, девушка со своими украшениями, сундук украшения набрала и убежала с села. Убежала, она дошла до лесу, села на свой сундук, чтобы передохнуть. В этот момент ее догнали эти воины, она до такой степени испугалась, что в ту же секунду превратилась в скалу. Воины Надершаха опешили от изумления и тоже окаменели, гласит легенда. Насколько достоверно предание, не скажет никто, но каждый своими глазами может увидеть скалу с четко очерченным овалом девичьего лица. Самый хороший вид на нее открывается из парка Маджолиса. Здесь же можно увидеть еще одну гору со своей историей. Гелиньяр в переводе на русский – скала невесты. В середине 18 века все село ждало свадьбу храброго воина Арслана и красавицы Гурикыс. Но неожиданно внешние силы вторгли жизнь молодых и изменили их судьбу. Началось персидское нашествие на Дагестан. Спасаясь от прошлых воинов, красавица забралась на вершину скалы и спрыгнула вниз. Раскинула руки, как крылья, она полетела вниз со скалы. Разбилась высокий выступ скалы, ее кровь разбрызгала все вокруг. Даже мы можем увидеть, что все скалы красного цвета, ни дождь, ни ветер не могут эту кровь смыть. В тот же миг небо потемнело, набежали тучи и начался сильный дождь. Три дня и три ночи лил он, не переставая. Три дня и три ночи сражался храбрый Арслан, пока не пал от вражеского меча. В каждом селе Кайтага есть свои предания и легенды. В каждом селе есть свои природные красоты. Если вы решили увидеть все это своими глазами, собирайтесь минимум на несколько дней. На территории заповедника Сарыкум ищут останки истребителей времен Великой Отечественной войны. За раскопки взялись по инициативе поискового движения России, согласовав с Министерством обороны. В экспедиции участвуют поисковики Дагестана, а также отряды из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Нижегородской области, говорит руководитель регионального отделения поискового движения России Хайбула Умаров. Репортаж Алина Олегберовой. В ноябре 1942 года один из экипажей самолета шел на посадку, но из-за слабой видимости врезался в песчаную дюну. От мощного удара фрагменты самолета разлетелись на сотни метров. И здесь с утра поисковики изучают приблизительно его место крушения. Они бережно поднимают фрагменты самолета. Своего рода раритет. За 82 года детали уже покрылись ржавчиной, но пески хорошо сохранили их. Место крушения самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили случайно. Необычные железяки на Бархане увидел местный охотник. Об этом он сообщил в Каркмаскалинскую школу. Сюда пришли старшеклассники и их учителя. На протяжении двух дней они собирали находки. Версий катастрофы, как говорит руководитель поискового отряда, несколько. Единственная разнятся история, что был воздушный бой. Вот тот очевидец, который я говорил, отец это рассказывал, а он жил у него. Отец это Резван Аюбович, тоже учитель этой школы. Он рассказывал, что здесь друг за другом самолеты гнались. И падение было здесь, где-то в Сарыкуме. И вот мы сегодня на этом месте, непосредственно в этой лошине, где он непосредственно был подбит. В военное время в окрестностях Махачкалы были два аэродрома. Летчики совершали боевые вылеты и отражали налеты немецкой авиации. И судя по останкам, которые тут и там находят поисковые отряды, победителями воздушных схваток были противники. Подбитые самолеты принадлежали советским солдатам. Не без помощи архивов удалось установить и личности погибших летчиков. В память о них создан мемориал в старом поселке Кумтаркала. На исследуемой территории порой поисковики находят не только металлические останки, но и личные вещи военных. Это копейка, три копейки получается, 1940 года. Вероятность того, что это были карманные деньги наших летчиков, велика, но СССР, 1940 год. На протяжении трех дней участники поисковой операции исследуют прилегающую к бархану территорию. Собранные детали советского штурмовика отправят в Хасавюртовский музей. Раскопки в скором времени предстоит заморозить, так как с наступлением лета велика вероятность столкнуться с ядовитой фауной песков знаменитого бархана. Но всё же важной целью экспедиции остаётся двигатель, потонувшего в песках истребителя. Уникальный народный промысел Дагестана – кайтакская вышивка – прочно занял своё место среди национального искусства. Он пережил период забвения и возрождения и сегодня приковывает к себе взгляды и вышивает любовь в сердце каждого, кто к нему прикоснулся. Будь то мастерица, искусствовед, путешественник или современная модница. Особый алфавит из знаков и символов пыталась изучить и Алина Легберова. Это свадебный оберег. Она когда шла в дом жениха, она заворачивала этот оберег с украшения, сладости и несла в дом жениха. Стежок за стежком – так постепенно появляется первый узор, а за ним и настоящее произведение искусства. На создание одной такой шёлковой вышивки уходит от трёх месяцев до полугода. Техника – односторонняя гладь прикреп. С лицевой стороны полотна рисунок создаёт эффект зернистого поля. Здесь не должно быть узелков. Нити должны быть исключительно шёлковые. Их мастерицы красят сами. Орех, кора дуба, курин марина красивый, очень красивый цвет даёт, терракутовый, кирпичного цвета. Также луковая шелуха, разные травы, которые у нас растут. Это и зверобой, и шиповник, и любыми травами мы можем даже цветками, лепестками роз можно красить. Вот если надо мне лёгкий такой оттенок передать, я слегка чуть-чуть подкрашу. А если нужно более глубоко, я дополнительно там же ещё кипячу воду, эту настойку, и крашу дальше, продолжаю красить. Более, чтобы приглушенный оттенок получился. Узор кайтакской вышивки – сплошные символы. Овал, волна, кресты, солярные знаки, животные. Лишь на первый взгляд асимметричные орнаменты кажутся незатейливыми и текучими. На самом деле в полотне зашифровано послание. Так, например, крест – символ защиты и божественной силы, квадрат – символ плодородия полей. Примечательно, что узоры никогда не повторяются ни на одном полотне. Зная этот особый алфавит, их можно прочитать. Очаг. Это для дома, для молодой семьи в основном, чтобы в доме всегда было тепло, уют. Тепло домашнего очага не угасало. Гармония, счастье, благополучие было в доме. У Разият Магомедовой рукоделие – любимое хобби. Таинственные символы кайтакской вышивки заинтересовали мастерицу еще в детстве. Любовь к вышиванию привила ее мама. Более 23 лет Разият предана своему делу и обучает молодых девочек. И сейчас она с увлечением создает новое полотно. Сперва наносится эскиз, затем начинается основная работа иглой. Здесь мы вот видим, видите, знаки такие гармонии, счастья, благополучия, то, что обычно мы желаем свой дом, свою семью. Также здесь присутствует на этой работе растительное очень много орнаментов. Вот здесь я буду еще дальше продолжать вышивать. В основном гармония счастья, растительные орнаменты, которые символизируют долголетие, добрых, счастливых лет жизни в семье. И, конечно же, мы вот видим на этом рисунке вот рога изобилия, рога изобилия, в том доме всегда был барракад. Мастерица стояла у истоков возрождения старинного вида женского рукоделия. В истории этого самобытного народного промысла был и период безвремени. В 20 веке промысел практически утратили. Пока случайно в Дагестан не приехал английский бизнесмен Роберт Ченсинер. Он был настолько поражен древним искусством, что выкупил практически все полотна и увез их в Англию. Во время своей поездки Роберт Ченсинер узнал, что вышивки были не только предметом декора. Их использовали и в ритуальных обрядах. Ими накрывали колыбель, в них оборачивали свадебные подарки. Интересно, что вышивка оборачивалась лицевой стороной к подарку, к ребенку, а не наоборот. Вышивались обереги и на подушках. Композиции всегда разнообразны и не повторяют друг друга в точности. Готовое полотно хозяйка могла порезать на несколько кусков и подарить гостю. От этого вышивка не теряла своих магических и ритуальных свойств. Видимо, тогда люди же тоже старались верить. Это тоже, мне кажется, вера, что знак, мы же думаем, конечно же, принесет хорошее добро, свет, гармония. Человек, когда верит, он хочет, отразив в этих знаках, что-то преподнести. Кайтакское искусство вновь возрождается. Во многом этому помогают мастерицы этноцентра. Они не только сохраняют, но и продвигают уникальный народный промысел. Студии набирают учениц, проводят мастер-классы, вместе восстанавливают узоры и создают новые оригинальные трактовки. Сегодня Дагестанская государственная филармония открывает 17-й международный музыкальный фестиваль Порт-Петровской ассамблеи. Он проходит под патронажем Министерства культуры региона, отмечает министр культуры Зарема Бутаева. Сразу же после праздничных выходных дней стартует знаковый проект в музыкальном, профессиональном, академическом исполнительстве. Это Порт-Петровские ассамблеи. Они в этом году пройдут уже в 17-й раз в рамках национального проекта «Культура» при поддержке главы нашей республики Сергея Алимовича Меликова. Я бы сказала, что это такой парад музыкальных культур. Парад разных музыкальных жанров, направлений, стилей, эпох, композиторов. Здесь будет звучать и джаз, и классика, и народная музыка в современной интерпретации. В программе концерта «Открытие» музыка Иоганна Себастьяна Баха. Исполнители Камерный оркестр до Госфилармонии имени Станислава Хржановского под управлением Зарифа Абдулаевой и солисты Дагестанского театра оперы и балета. Начало 18.30 в зале Кумыкского театра. Апрельский марш. На выставке фотохудожника и журналиста Марата Гаджиева 60 портретов современников, деятелей культуры, науки, людей разных профессий, делающих жизнь интересной. А снимал Гаджиев во время командировок и путешествий. А тех, кто попал в объектив фотохудожника Эмилия Адлханова. Колючий взгляд умного человека. Так описывает снимок автор. Кровать, табуретка – вот вся обстановка. Скромная комната и герой с богатым духом. Фотограф уловил контраст и запечатлел. Казбек Шахабудинович, лингвист, он не выходил из этой комнаты. То есть у меня не было другой обстановки сделать кадр. А мне захотелось его для истории запечатлеть. И вот эта кровать и табуретка, на которой он пишет свои материалы для редакции, это все его, что составляет его мир. А этой девочке сейчас, наверное, больше 20. Здесь она участница фольклорного фестиваля. По-детски светлый взор, национальный костюм. И впереди вся жизнь. Она выступала, ей было лет 10, наверное, на фестивале Шонудак, это в Кулинском районе. И девочке уже лет за 25, я думаю. Каждый портрет – история. А вот композитор Шервани Челаев поет акапельно на большом концерте. А здесь и вовсе фотографу пришлось пробраться в оркестр. Мне очень вообще понравилась вся выставка фотогалереи Марата Гаджиева. В особенности фотографии из каких-то театральных постановок, из художественных театров. Он очень красиво, интересно работает с портретами пожилых людей. Он передает их мимику, их характер. С портретов смотрят люди самых разных профессий. Многих из них уже нет в живых. Создать эту ретроспективу был внутренний долг, признается художник. Это рассказы о людях, которые, в общем, не с трибуны, а именно в той атмосфере, в которой, в общем, я их встречал, или вот мы общались, или дружили. Очень многих нет в живых. И у меня, как бы, это некий долг был внутренний, создать вот эту ретроспективу. Вести спорт. Сегодня в Нижнекамске матч 27-го тура футбольной национальной лиги. Нефтехимик примет «Динамо» из Махачкалы. Начало матча в 19 часов. Погода. Дагестанский гидрометцентр сообщает сегодня по районам республики. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 15-20 тепла, местами плюс 23. В горных районах 12-17 тепла, местами до плюс 22. В Махачкале сегодня ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 17-19 тепла. Вода в море 15 градусов. Вода в море 15-20 метров в секунду. Вода в море 15-20 метров в секунду.